Всем привет! Я шеф-кондитер Александра Овешкова и сегодня мы с вами приготовим безумно вкусный чизкейк, но не простой, а лимонный. Вообще чизкейк это классика, он есть практически в каждой кофейне кондитерской, да и наверняка многие из домохозяек тоже готовили его. Но сегодня я поделюсь с вами всеми секретами своего рецепта, чтобы он получился безумно вкусный и гораздо вкуснее, чем в ресторане. Обязательно досмотрите это видео до конца и я вам расскажу про пару ошибок, которые ни в коем случае нельзя допускать при приготовлении чизкейка. Начнем приготовление с песочной основы. Конечно можно пойти в магазин и купить покупное печенье, но гораздо вкуснее приготовить его самим. Для этого нам понадобится миндальная мука, пшеничная мука, можете использовать любую миндальную муку и также любую пшеничную муку. Я работаю на муке макфа, а также сахарная пудра, точно так же любого производителя, которого найдете. Сливочное масло холодное обязательно и порезано маленькими-маленькими кубиками. И в составе этого чизкейка у нас идет желток. Для начала превращаем все сухие ингредиенты вместе с холодным сливочным маслом в крошку до состояния мокрого песка. Я буду делать это с помощью комбайна, вы можете замешать тесто вручную с помощью большого металлического ножа, предварительно охладив его. Порубить ножом масло вместе с сухими ингредиентами, тем самым превратив его в крошку. Наша крошка готова, она бархатная и рассыпчатая. Теперь можем вводить желток. И с тех пор тесто уже долго не замешиваем. Буквально до объединения. Наше тесто готово. Теперь перекладываем тесто на пергамент, слегка разравниваем, накрываем вторым листом пергамента и начинаем наше тесто вытягивать. Запомните, что скалка крутиться не должна, тогда с обратной стороны у вас будет ровное тесто и не будет никаких заломов. Толщина теста 4-5 миллиметров. Как проверить толщину в домашних условиях? Мы можем снять верхний слой пергамента, воткнуть металлическую линейку от нуля и деление на линейки покажет толщину вашего теста. Наше тесто готово. Теперь мы убираем его на выпечку при температуре 160 градусов примерно на 10-12 минут. Ваше тесто должно быть полусырое. Сверху у вас будет матовая корочка, но ни в коем случае мы не дожидаемся момента зажаривания по краям. После чего мы остужаем наше тесто, превращаем в крошку вместе с растопленным сливочным маслом и уже будем укладывать форму. Друзья, наша песочная основа готова. Она отпеклась до полуготовности, то есть внутри ваше тесто будет полусырое. Сейчас мы ее остужаем и смешиваем с растопленным сливочным маслом. После чего будем укладывать форму для чизкейка. Друзья, наша песочная основа для чизкейка остыла. Сейчас мы перекладываем ее в миску и превращаем в крошку. Можно это сделать просто руками. Таким образом она очень легко превращается в крошку. И сейчас мы смешиваем нашу крошку с растопленным сливочным маслом. Но не нужно растапливать масло до прозрачного состояния, иначе ваша основа будет очень жидкая. Мы лишь подтопили его градусов 26-28. Хорошо перемешиваем. Перекладываем наше тесто в форму для выпечки. У меня это разъемное кольцо 28 см. И хорошо прижимаем с помощью силиконовой лопатки. У нас чизкейк будет без бортиков, только донышко песочное. Очень удобно разравнивать тесто с помощью силиконовой лопатки. Теперь мы убираем нашу основу на выпечку при температуре 160 градусов до золотистого цвета. Примерно на 15-20 минут. А в это время займемся приготовлением начинки для чизкейка. Приступаем к приготовлению начинки. Для этого нам понадобится творожный сыр. Я использую сыр Чудское озеро. Вы можете использовать любой творожный сыр, тот, который кушаете сами, который вам больше нравится. Сливки 33% также любого производителя, главное животного происхождения. Яйцо. Из яйца мы предварительно сделали эмульсию с помощью блендера и процедили через сито. И цедра и сок лимона. Сейчас начинаем в деже комбайна на низких оборотах перемешивать наш творожный сыр вместе с сахаром и семенами ванили. Очень важно, чтобы комбайн работал на медленных оборотах, тогда он не будет образовывать большие крупные пузыри воздуха. Также чизкейк можно замешать и вручную с помощью силиконовой лопатки. Сейчас тонкой струйкой, буквально по столовой ложке, вводим яйцо. Следующую часть яйца вводите только тогда, когда предыдущая хорошо замешалась. Очень важно, чтобы для чизкейка все ингредиенты были комнатной температуры. Теперь тонкой струйкой вводим сливки. И в самом конце добавляем лимонную цедру и сок лимона. Количество ингредиентов и рецептура с описанием у вас внизу под видео. Друзья, наша основа отпеклась, она нежного золотистого цвета. И сейчас мы распределяем на нее нашу сырную начинку. Ставьте лайк, если вам уже захотелось попробовать этот чизкейк. Отправляем его на выпечку при температуре 100-110 градусов примерно на 2,5 часа. Когда мы откроем духовку через 2,5 часа, мы будем делать вот такие движения. Центр будет шевелиться. Друзья, наш чизкейк почти готов. Проверяем. Открываем духовку. Серединка дрожит. Отключаем духовку и оставляем его еще на 30 минут. Друзья, наш чизкейк простоял 30 минут в отключенной духовке. После чего мы остудили его до комнатной температуры. Сейчас аккуратно освободим из формы и уберем в холодильник минимум на 4 часа. А лучше на ночь. Тонким острым ножом проходимся по периметру формы. Аккуратно снимаем кольцо. И убираем его в холодильник. Друзья, наш лимонный чизкейк готов. Если вы хотите научиться готовить безумно вкусные, красивые муссовые десерты и тарты, то жду вас на моих бесплатных мастер-классах по ссылке под этим видео. Заходите и регистрируйтесь. С вами была Александра Овешкова. Подписывайтесь на мой канал. Канал о том, как готовить вкусные современные десерты и зарабатывать на этом.